Чё, приветствую. Присуем сразу к делу, guys. Разберём мои три мыслюхи. Если разработчики всё-таки решили делать захваты в открытых локациях, то они должны проводиться на отдельных слоях подгруппировки. По сути копии такой же локи, но только для захватов. Иначе недружелюбные соседи из враевской ГП будут и дальше подсылать на захваты своих людей, которые не состоят в группировке, дабы слить информацию о перемещении и там слэш местонахождении своих врагов. Второе. Технические проблемы, таких как непрогруз, губки, моментальный выход из игры. Погнали по списку. Непрогруз. Использование непрогруза по сути легальная ВХ. Суть его такова, что при изменении некоторых графических настройок игры происходит перезагрузка чанков. При этом существа будут видны, даже если не находятся за стеной. Гуки. А вот что до гуков, так это то, что листва не простреливается и это позволяет людям просто залазить на верхушки небольших деревьев и обстреливать ничего не понимающих игроков. А если гука обнаружили и пытаются его убить, то весь урон просто уходит в листву. При этом из самой же листва стрелять можно и наносить урон тоже. Но это не всегда, кстати, срабатывает. Ну и все же их можно убить, ибо если хоть кусочек модельки игрока вылезает за листву, попав в этот кусочек, он получит урон. Также стоит упомянуть такой момент, как выход из игры. Он моментальный, ты находишься в открытом мире, ходим в безопасной зоне, ты выходишь моментально. Во время перестрелки ты можешь спокойно выйти в меню и тебе ничего не будет. Поэтому нужно не отключать персонажа сразу от сервера. Даже если игрок вышел, пусть его моделька висит секунд 10 в мире и потом исчезает. Третья мыслюха заключительная. Как монополия группировок. К примеру, вы молодая ГП из 20 человек. Против вас сегодня на захватах будет 2 ГП, в которой по 30 человек и у каждого по топ шмоту для ингейма. Ну это лишь пример, но такое вполне возможно. Как же тогда играть на захватах группировкам с малым количеством игроков? Ведь по сути объединение нескольких ГП в коалицию это не запрещено правилами и даже довольно-таки хорошая тактика, если есть возможность. Типа почему бы и не воспользоваться? Не вижу какого-то идеального решения. Могу лишь предложить ввести бонус к урону и броня для группировки с малым количеством человек. На время захватов, соответственно. Дабы они действительно могли иметь шансы против целой армии. Конечно, если такая будет на локации. Если группировка номер 1 имеет 20 человек и группировка противоположная имеет группировка номер 2 имеет человек 20 также, то этот бонус не будет работать. Чтобы группировки были в одинаковых условиях. Ну плюс-минус. И конечно же этот бонус не должен давать плюс 100 процентов к урону и плюс 200 процентов к защите. Лишь небольшую часть. А какую часть уже решать разработчикам? На этом все АГС. Пойду-ка я зачилюсь.